В моей жизни я прочитал множество книг о свидетельстве, о иммонализации. В церкви мы учим людей, готовим. Это есть здесь. Вы учитесь, как иммонализировать, как делиться? Когда мы делаем это, то предмет, самому тему иммонализации, мы рассматриваем поверхностно, на внешнем уровне. На человеческом уровне. Невероятно, вы делились с Евангелем, с теми людьми, которым все равно. Которые думают, что вы сумасшедшие. Которые не заинтересованы. Вы разочарованы? Были ли вы разочарованы, когда приходилось вам делиться, свидетельствовать другим? Иногда в вашей семье. Братья, сестры. Мамы, родители. Мужья, жены. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы разделить. И многие люди не хотят ничего общего иметь с этим. Притча о почве очень удивительна. Поскольку она дает духовное понимание. Которое, я не думаю, мы сможем получить на каких-то классах по евангелизации. Иисус хотел рассказать Своим ученикам на примере притч, как распространится царство. Как оно будет расти. Почему его примут или нет. Всегда я очень хорошо знал эту притчу. Притчу о почве. Но в этот последний раз, когда я изучал, так много откровений и глубины я увидел, которая оказалась новая для меня. Тринадцатая глава Матфея. Матфея тринадцать. Первые девять стихов. Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами. Говоря, вот вышел Сиэтил, Сиэтил. И когда он сел, ино упало при дороге, налетели птицы, покрывали то. Ино упало на места каменистых, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увялое, как не имело корня, засохло. Ино упало в тернии, и выросла терния, и заглушило его. Ино упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И затем девятнадцать и двадцать третье стихи, это оттолкование. Ко всякому слушающему, слово от царствия и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Аминь. Иисус учит тому, что происходит в духовной реальности под поверхностью. И вы и я должны знать, что происходит, когда мы делимся с кем-то, свидетельствуем кому-то, что происходит в духовной реальности. И в этой истории существует три элемента. Сеятель, семя и почва. И в основном, когда мы читаем эту притчу, концентрируемся на ней, то мы уделяем внимание больше почве. И я упомяну только одно. Я хотел бы больше уделить времени семени и сеятелю. Я хочу сказать только одно в отношении почвы. Я вырос на ферме. И у нас было поле, на котором было много камней. Я был тинейджером. И где-то два года мы с братом выбирали камни с того поля. Там было очень много камней на том поле. И мы ничего не могли там сажать. Но спустя два года нашей работы по удалению камней с поля начало плодоносить, приносить плод. Кто из вас бывал в Израиле? Только один? Два. В Израиле много камней. И во многих местах они удалили камни. И привезли почву. И, как вы знаете, большая часть Израиля процветает и плодоносит. То, что я хочу сказать в отношении почвы. Почву можно изменить. Возможно, брат или супруг, у которого твердое сердце. И это сердце можно заменить. Через молитву. Через время. Иногда сама жизнь меняет почву. Моя мама была спасена на смертном одре. У нее была тяжелая жизнь за всю жизнь. И она не хотела слышать Евангелие от своего сына. Но при встрече со смертью и многими другими проблемами в жизни это все смягчило ее сердце. И если у вас есть член семьи или еще кто-то, и вы молитесь, чтобы Бог изменил эту почву. Удалил камни. И добавил почву на эту тонкую прослойку почвы. Поэтому никогда не сдавайтесь. Потому что почву можно заменить. Но в основном я хочу все-таки уделить внимание семени и сеятелю. Это картина того, когда тогда сеяли просто разбрасыванием семян. Просто бросали семя. И некоторое семя оказалось на хорошей почве, и другое оказалось на плохой почве. И Иисус рассказывает эту историю вам и мне. Чтобы узнать глубокие истины о том, как делиться Словом. Очень легко разочароваться в евангелизации. И одно послание для сеятеля таково, что продолжай сеять. Продолжай сеять. И продолжай сеять. До того дня, когда ты умрешь, просто продолжай сеять. И ничего нет в этой притче, а только говорится о том, что сеятель сеет. Иногда мы думаем, что проблема находится внутри нас самих. В этой притче, какова проблема была? Проблема сеятеля? Нет. Семя, проблема в семени? Нет, это почва. Проблема в почве. Проблема не в сеятеле. Враг хочет, чтобы фермер прекратил сеять. Враг предпримет все возможное, чтобы прекратить сеяние. И мы не хотим этого делать никогда. Иногда вы делитесь с Евангелем с кем-то, и такое ощущение, что никому это не надо. Это не означает, что мы не становимся лучше, чем делимся. Мы становимся более мудрыми в этом процессе, когда мы делимся. И мы должны продолжать учиться. Но в конце дня все-таки вопрос не состоит в сеятеле. И нет проблем никаких с семенем. Только в почве. Поэтому не разочаровывайтесь. Многие из нас имеют разные подарки. У нас есть множество разных даров. У кого-то дары еванелиста, пастора, учителя. И очень легко поместить себя под давление, чтобы дать этот плод. Может ли фермер произвести плод? Нет, не может. Есть еще одна притча, где говорится, семя была посеяно. И однажды фермер проснулся и видит плод. Он не знал, как он вырос. Ничего он не может сделать, чтобы самому взращивать. Так как семя росло само по себе. Кто-то из вас садит что-то? Помидоры в вашем огороде или еще что-то? Когда вы и я садим семена в хорошую почву, идет дождь, светит солнце, то оно появляется. Как? Я не знаю. Я не знаю. Есть жизнь в семени. Есть жизнь в почве. Просто оно растет. Это магия. Это магия. Что это? Магия. Мирик. Это просто чудо. И Иисус говорит, что царство похоже на это. И это должно снять сеятеля все напряжение. Вы не обязаны произвести плод. Вы не умножаете плод. Вы просто сеете семя. И может быть через пять лет, когда вы разочаруетесь, вспомните эту притчу. Просто продолжайте сеять. Иногда в семье вам нужно закрыть рот. Семя посеяно один раз. Люди не хотят вас больше слушать. Позвольте им увидеть радость в вашей жизни. И вы говорите Богу. Бог, ты взращивай семя. Самое основное, чему я научился о семени, исходя из этой притчи. Я молюсь, что то, чем я делюсь с вами, увеличило вашу веру. Не думайте, что это просто я делюсь, как Иоанна 3.16. Иисус говорит, что думайте об этом как о семени. Семя в притче означает Слово. Слово Бога. Слово Бога живое. Активное. Оно живо. Оно наполнено жизнью внутри. Вы знаете, что в маленьком аконе Вы знаете семя кукурузы? Есть целый ок-три. Один. Дай это опять. Вы знаете, что это ок-три? Ок. Ок-три. Ок-три имеет маленький акон, мы называем его. А-а-кон. А, извините, это желудь дуба. То есть в желуде вырастает дуб. Жизнь дуба находится в желуде. Слово Бога совершенно, чисто. Живое и действенное. Читали вы историю в этом году? Что в Израиле нашли семена, которым уже две тысячи лет. Вы читали эту историю? Слышали об этой истории? Что в Масаде были найдены семена, которым две тысячи лет. Вы знаете, что такое Масада? Да. Археологи нашли эти семена. И поместили их в музей. И находились в музее многие годы. И недавно они узнали. И они дали их в женщину, которая была, я не знаю, известна для растения. Редисковерты? Что ты имеешь в виду? Семена были редисковерты. А, семена, которые были найдены, отдали женщине, которая хорошо знала, как выращивать растения. Она посадила эти семена. Я не помню, что это за растение. Помнит ли кто-то, что это за растение было? Я забыл, что это за растение. Пшеница. Пшеница? Нет, вроде не пшеница. Но, независимо от того, что это было, она взяла эти семена и поместила их в почву. Она посадила, поливала. И что произошло? Они выросли. Они знали об этом растении в Израиле в наше время. Они знали это растение. Но это было немного отличается от того, что есть сейчас. Можете ли вы полностью это понять? Жизнь в этом семени уже насчитывала 2000 лет. И все еще была жива. Когда оно было погребено в грязь, в прах. Затем вода и свет солнечный. Происходит чудо. Существует семя не жизнь, которую невозможно убить. 2000 лет, и все еще оно выжило. И что Слово Бога похоже тоже на семя. Но наполнено жизнью. Я видел множество примеров, как трава может пробиваться через бетон. И что Иисус делает с притчами? Он дает нам картину. Он знает, что есть сила в картине. И поэтому примите эту картину сегодня. Увидите силу, которая есть в маленьком семени. Которая может прорастить через камень или через цемент. Может пройти через самые твердые места. Потому что семя ищет света и солнца. Света солнца, воды. И оно может пробить самые трудные, самые твердые места. Потому что в семени есть жизнь. Есть жизнь, которую почти невозможно убить. Можете бросить семя, где вы думаете, оно никогда не вырастет. Но оно вырастет. То семя, которое вы и я сеем, тоже полно жизни. Когда вы делитесь Благою вестью. Вы должны представлять семя в своем разуме, а не просто делиться словом. Потому что когда это семя проникает в чьи-то уши и потом опускается в сердце. Вы можете не знать этих людей. 50 лет спустя это семя прорастет. Потому что за эти 50 лет почва изменится. Продолжайте сеять семя. Я начал думать о семя не только в Госпеле, но и шафтах свет в твердости. Шафтах свет в твердости. И я также представляю себе семя, как луч света, как фонарь, который светит в темное место. Недавно я был на похоронах. Моей сводной сестры. И я встретил некоторые родители с ее мужем, которых я никогда не встретил. Не сестры, а сестры моей жены. Я не уверен, что он был крестьян. Ее муж был. А, и вся семья и ее мужа была там. И мы были на галф-корс, хитинг галф-баллы. Как вы имеете в виду? Мы были на галф-корс. Этот человек, его семья и я, мы были на галф-корс. Без фунерала или после? Хитинг галф-баллы, да? А, но вы были на фунерале, вы говорили. После фунерала. После фунерала, я познакомился с его семьей. И один из его братьев и я, мы были на галф-корсах вместе. То есть, уже после похороны, я познакомился с теми людьми, с одним из тех братьев. Я ходил играть в гольф. Он знал, что я пастор. И он говорит, я хочу задать вопрос тебе. И я думаю, что же он будет мне задавать? И он спросил меня об Израиле. И он спрашивает, что там происходит на Ближнем Востоке? Что ты думаешь об Иране, об Израиле, о войне в Ираке? И сразу я вспомнил эту притчу. И я начал рассказывать о Ближневосточном вопросе с библейской точки зрения. И я верю, что свет вошел в его сердце по поводу того вопроса, о котором он понятия не имел. Я смог в мою историю вплести Евангелие о Иерусалиме. И о всех врагах, которые окружали Иерусалим. И почему арабы ненавидели евреев. И я видел, как это семя вошло в его сердце, а он об этом даже не думал с такой стороны. И я знаю, что это семя сейчас был плантан. И я знаю, что это семя посеяно, посажено. И теперь, шесть месяцев спустя, я в Одессе. А то семя работает, делает свою работу. Оно было посажено. Когда-то оно будет полито. Когда-то что-то произойдет с ним. Это семя не мертво. Оно внутри находится. Оно подготовится. Заставляет его задуматься о мировых событиях. И Бог Авраама, Исаака и Якова. И когда-то оно взойдет. Возможно, я так никогда не услышу, что произойдет в его жизни. Но я сею семя. Есть еще один мужчина, который был в нашей жизни. Он работает над электрическими работами в нашем доме. Он из мира, он не христианин. И у него очень много близких друзей-мусульман. И мы начали разговаривать с ним об Израиле. И о Боге Израиле. Не просто Иоанна 3,16. Мы дали ему книгу об Исламе. Он думает, что это мирная религия. Он верит в то, что слышит по телевизору и читает в газетах. Он не понимает, почему мусульмане ненавидят Израиль. Почему другие народы хотят уничтожить его. И каждый раз, когда он проходит, приходит к нам, мы говорим об этом. Когда я разговариваю с ним, я не думаю, что это просто разговор. У меня есть понимание и видение, что семя сеется. Семя истины. Семя слова. Оно живо и действенно. И оно что-то возбудит внутри него. И тот человек, с которым мы играли в гольф. После того, как мы ушли, он говорит, что я хотел бы чаще с вами общаться. С вами встречаться и общаться. Вам не дано Евангелие от бытия до откровения. И мы должны его умножать. Не переживайте так сильно о состоянии почвы. Некоторые упадут на каменистых местах. Тернистых местах. Или мелкая почва. Но некоторые упадут на хорошую почву. И даже если оно упало на твердую почву. Это семя полно жизни. И может быть взойдет 20 лет спустя. Или 40 лет спустя. Потому что в семи не есть жизнь. И семя это больше, чем просто Евангелие. Кто семя? Ешуа. И Иоанна 1. Он есть Слово. И Слово было с Богом. Поэтому я помогаю вам понять эту картину. Семя не просто написано Слово. Но оно живое и действовано. В нем есть жизнь. И жизнь на самом деле это Иисус Христос. И я верю, когда мы сеем семя. То приходит Дух Святой. И каким-то образом происходит чудо. Поэтому не надо разочаровываться и прекращать сеять. Но мы сеем его в вере. Не из-за того, что вы такой хороший сеятель. Не из-за того, что почва хорошая. Но из-за того, что семя идеальна. Оно великое. Наша вера не в нас самих. А наша вера в семя. Мы верим в семя. И я верю, когда мы сеем и у нас уверенность в семени. То мы сможем увидеть даже больше результатов. Я думаю, что в современном мире существует тенденция в церкви. Что мы хотим изменить семя, для того, чтобы это понравилось почве. Это понятно? Потому что людям не нравится семя. Поэтому мы пытаемся изменить семя. Если почве не нравится семя, семя не надо изменять. Сеете семя. И пусть Бог изменяет почву. И, конечно, мы нуждаемся в мудрости, в том, чтобы сеять. Но семя мы не изменяем. Если изменим семя, то заберем жизнь из него. Аминь? Это помогает? Это понятно? Иметь веру в семя. Потому что Иисус пришел, чтобы никто не умер. И когда вы сеете семя, вы сотрудничаете с Богом. Хозяин уже как две тысячи лет, он ушел. И что вы и я делаем, пока его нет? Мы умножаем себя. Дана одна мина, ваша жизнь. Евангелие дано. Сеете. Сеете его. Сеете семя. Когда он вернется, он просто хочет сказать, «Хорошо сделано, верный и добрый раб». Кто из вас боится, когда дело доходит до сеяния семени? Я единственный. Я единственный. Я вижу, как некоторые поднимают руку вот так. Что? What seed are you talking about? The seed. Public evangelism. Любое. Все равно. Я имею в виду. Для всех нас, ну, это не для всех нас. Если вы pure evangelist, вы не понимаете. Но для многих нас, есть какая-то сажа от страха. Если вы чистый евангелист, то вам все равно. Но в вашем силе все-таки присутствует некоторая доля страха. Если самая первая вещь, чем мы должны заниматься, пока хозяина нет, это сеять семя, тогда я думаю, что первое препятствие в нашей жизни это страх. И если это первое препятствие, которое есть у меня, я хотел бы его преодолеть. Помните, что тот, у кого одна мина была и один талант, они закопали, зарыли и то, и другое из-за страха. И мы не хотим, чтобы страх как-то контролировал нашу жизнь. Я думаю, что многие из нас различные сферы страха в нашей жизни это очень большая проблема. Основная проблема. Боязнь людей, боязнь неудачи, боязнь почти всего. У кого из вас есть какая-то сфера, где вы чего-то боитесь в своей жизни? Как страхи. Да? Хорошо. Вы человеческие создания, прямо как я. И Господь показал мне что-то о моей жизни. Я хотела бы поделиться этим с вами. Возможно, ваш страх состоит в том, страх перед еванализацией, делиться Евангелием. или страх почти любой другой вещи. Иногда нам нужно освобождение от страха. Иногда нам самим нужно поработать над этим, чтобы преодолеть наш страх. И Бог хочет, чтобы с этого я начал. И Господь показал мне что мой страх это грех. И я хотела объяснить почему. Так как всякий раз, когда я рассматриваю страх как грех, только тогда я смогу быть освобожденным от него. 2 Тимофея 1, 7, 8 там говорится Напоминаю тебе, Тимофея, возбуждать дар Божий, который в тебе через возложение моих рук. Потому что Бог дал не дух страха, но дух силы, любви и целомудрия. Я думаю, что Тимофей был стеснительным молодым человеком. Павел был боязливым молодым человеком, но Павел был смелым. И он ободряет Тимофея, чтобы он вышел за пределы своей стеснительности и страхов и становился смелым. И Павел говорит, что Бог не дает нам дух страха. Если мы неосторожны, то страх начинает контролировать нашу жизнь. Возможно, у вас появляется страх перед какими-то людьми или обстоятельствами. Чем больше страх становится, тем меньше наша жизнь становится. Она страх ограждает нашу жизнь. И вот почему я знаю, что это грех. Просто говорю на основании моего опыта, моей жизни. Если обувь хорошо сидит, тогда носи ее. Наша христианская жизнь не зависит от правил и постановлений, но зависит от внушения Духа Святого. Если Дух Святой говорит мне что-то делать, и мой страх препятствует этому, тогда я слушаюсь внушению увещеванием своего страха, а не увещеванием Духа. Это понятно? Это ведет к непослушанию. и если я вижу это как контролирую мою жизнь, я не могу это меня изменилось. В other words, это как грех, позволяет его уйти. Когда я вижу, смотрю на страх, как на грех Только тогда он сможет уйти Что нужно делать с каждым грехом? Покаяться Мы каемся в наших грехах Но каемся ли мы в том, что мы боимся? Для меня, я верю, что если я глубоко раскаиваюсь в своих страхах Тогда Бог начинает исцелять меня от этих страхов И освобождать меня от моих страхов Я верю, что глубокое покаяние в этих сферах приносит глубокую свободу Я не хочу, чтобы это звучало слишком твердо, тяжело Потому что иногда наш страх появляется из жизненного опыта Трудного жизненного опыта Поэтому я не хочу, чтобы это было жестоко Но чтобы появился путь к исцелению В слове говорится, чтобы мы боялись Бога Боясь перед Богом, в этом нет никакой проблемы Хотя Библия не говорится Я думаю, что можно бояться пауков Вы можете чего-то бояться Бояться в том, чтобы выглядывать с балкона сорокаэтажного дома Бояться крыс, мышей, пауков Нормально Я говорю о том страхе, который будет нам препятствовать слушаться Бога Потому что когда Дух Святой говорит нам что-то сделать Мы не хотим, чтобы наши оковы и наши страхи воспрепятствовали этому Продолжение следует...